приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби хочу представить вашему вниманию обзор на новинку 2020 года выпущенную в январе на российско-самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс панцирь с 1 на базе автомобиля камаз 6560 огромная коробка друзья которая реально не влазит в объектив видеокамеры на английском языке видим надпись с 22 greyhound переводе с английского переводится борзая и на бокс арте видим панцирь в арктическом камуфляже коробка большая еще раз повторюсь но очень крепкая реально можно отправлять по почте и пластику ничего не будет на тыльной стороне видим модель тестовой сборки панциря очень внушительно и красиво модель смотрится 35 масштаб 677 деталей 35 с половиной сантиметра и друзья сразу же бросается в глаза что на кабине нету боковых обтекателей хотя как видим на фотографии даже панциря с которого делался рисунок бокс-арта что обтекатели присутствуют также поискал посмотрел в сети как видно на фотографиях на данной кабине должны быть обтекатели только не обнаружил обтекатели уже на новой кабине с прямоугольными фарами также друзья на базе сейчас выпускается на базе автомобиля камаз выпускается панцирь с только с кабиной тайфун тоже очень внушительно как видите смотрится и хотелось бы такую модель тоже чтобы выпустили надеюсь фирма звезда когда-нибудь это сделает ну теперь открываем коробочку и смотрим что находится внутри открываем коробку и видим полностью наполненную коробку литников литники также больших размеров и хочу друзья сразу показать но это видно брак упаковки то есть так складывали где-то детали друг на друга надавили и при транспортировке где-то немножко подломилась но ничего страшного это все исправится сейчас вскрою пакеты и начнем продолжать обзор наборе два одинаковых литника спусковыми установками сразу начал обзор с этого литника но как видите здесь все проблем поправляется приклеивается и устраняется этому ничего страшного не вижу в том что деталь повреждена крайнем случае можно спаять из проволоки сразу хочу обратить внимание на качество литья конце видео друзья будут фотографии сможете рассмотреть все получше почетче если на видео что-то не рассмотрели но качество литья последних моделях звезды очень-очень радует да и сами модели очень интересные собирал урал очень остался доволен сборкой камаз понравился и теперь пришла очередь панциря хорошее литье здесь литник с деталями площадки боевого отделения также все очень хорошо отлито утяжем ничего такого не обнаружено хороший приятный пластик в обработке мне он очень нравится с ним приятно работать хочу заметить очень много деталей очень много мелких деталей и для новичков данная модель будет довольно сложной наборе 8 литников серого пластика один литник с прозрачными деталями и причем хочу заметить литники очень большие здесь видим 30 миллиметровые пушки собираются если я не ошибаюсь с трех деталей две части пушки и вот дульник или компенсатор очень очень качественно все как отлиты пушечки люки двери теперь рассмотрим литник с элементами кабины и друзья очень мне понравилось как сделали приборную панель торпеду очень хорошо отлита здесь всякие тумблеры кнопочки сидение на данный момент сейчас собираю камаз очень нравится в сборке очень нравится в проработке реально хорошие качественные модели которые можно порекомендовать и знать что людям они понравятся вот друзья пошли литники здесь у нас плетник с рамой с мостами с карданами и как видите очень много мелких тонких деталей и это при учете того половинки рамы отлиты сразу с с рессорами если по дни еще и это сказать по разрезали прослаивали было бы намного больше деталей и большие утяжины видны здесь ходовая не особо будет не видно при желании можно поработать с шпаклевкой главное друзья что очень хорошее литье если карданы по разъединяли было бы намного больше детали под 900 каждую детальку вот это все поразъединяли также литничок со множеством деталей и и и и и И, друзья, литник с элементами двигателя. Двигатель сделан так же хорошо, как и в КАМАЗе. Собирается со множеством деталей. Очень хорошо отлит. И, кто любит делать диорамы, можно сделать с откинутой кабиной и показать двигатель во всей его красе. Передний бампер как сделан. Друзья, чтобы сделать более натурально, как я и говорил ранее, чтобы сделать текатели боковые на кабине, придется покупать дополнительно фотоотравления. И, конечно, я буду делать их с фотоотравления. Рассмотрим литник с прозрачными деталями. Прозрачность пластика тоже очень хорошая. Фары, стекла. Все отлито очень хорошо. Сделаны бойницы в боковых стеклах. Отлично. Отличное качество. Теперь посмотрим, друзья, декаль. Сразу же бросается в глаза, что, наконец-то, звезда услышала. Услышала моделистов. И сделала элементы приборной панели. Спидометры, тахометры, всякие датчики, кнопочки. Видим. Реально молодцы его. Прислушались. И сделали шильдик 65-60. Тоже очень приятно. Мелочь. Но на автомобиле довольно заметная. Вот, например, на КамАЗе этого реально не хватает. Очень радует данная наклейка на зеркала. Натурально смотрится. Очень хорошо. У нее все отражается. Тоже молодцы. Ну вот, синтетическая сеточка, вот эта, друзья, в 2020 году. Уже реально можно заменить ее на фототравление. Хотя бы маленькую планочку с фототравлением, вот с такими вот решеточками. Потому что вот эта синтетика, ну, уже неинтересна для множества моделистов. Рассмотрим колеса. Колеса на панцире сделаны довольно неплохо. Все читается. Видно надпись, белшина, маркировка, обозначение. Но при желании можно заменить на смоленные колеса. Да и лично мне нравятся больше смоленные. Но все равно колеса, хочу заметить, сделаны неплохо эти. Ну а теперь рассмотрим, друзья, инструкцию. Выполнено в виде книжечки. Очень хороший принт. Все подробно напечатано. И как видим, множество этапов сборки уже сразу на первой странице. Смотрите, какой двигатель в итоге получается. Можно доработать еще, конечно, при желании проволочками, проводами. Добавить проводку. Кто любит этим заниматься. Все подробно отпечатано. Надеюсь, труда в сборке не составит. Но очень-очень, друзья, много этапов. Модель сложная, но при этом очень-очень интересная. Тяжело, так сказать, будет не собрать, а ее покрасить. Потому что надо будет красить по элементам. Ну, надеюсь, справимся с этой задачей. Видим, 88 этапов. Если учесть, что еще есть подэтапы. 88А, 85А. То очень много этапов сборки. И рассмотрим, друзья, такой цветной вкладыш. Цветной вкладыш с вариантами камуфляжей, раскраски, которые нам предлагает фирма «Звезда». Хотя, вот можно посмотреть. В сети интересных вариантов панциря очень-очень много. Здесь нам предлагают три варианта. Арктика. Сирия. Пустынный камуфляж. И зеленый. Зеленый цвет. Вот мы видим. Можно поискать в сети и найти какой-нибудь интересный, хороший вариант для раскраски нашей модели. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Кому интересно, остаемся и смотрим фотографии. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...